Как легко сказать не могу. Тяжело, одолеть невозможно. Так легко проиграть игру. Но победу отдать тоже сложно. Это видео было показано под сводами Дворца Спорта Молот перед одним из матчей серии плей-офф 1-8 финала с подмосковным клубом Титан. Для команды оно стало сюрпризом. Мы так же, как и все болельщики, тоже первый раз увидели именно перед игрой это видео. Очень большой заряд положительной энергии дал он, безусловно, всей команде. И я думаю, болельщикам тоже понравилось. Вот никто не знал об этом, кстати, нам удалось. Никто не рассказал, не браковался. Видео – результат коллективного творчества, рассказывают девушки. Кто-то сочинял текст, кто-то подбирал видео, кто-то договаривался с оператором из студии. Всего в процессе было задействовано 10 жен. Текст – это было самое, наверное, простое из всего того, что это из съемок. Если бы вы знали, как это все снималось, буквально за три дня это все монтировалось, придумывался текст. Мы собрали всех девушек, кто-то там, может быть, с маленьким ребенком. Все это было очень быстро, в попыхах. Тем не менее, работа получилась весьма профессиональной. А самое главное – результативной. В том смысле, что молотобойцы досрочно прошли первую стадию плей-офф, выиграв четыре матча из четырех. Это была весомая поддержка. Как они в клипе говорили, что они везде нас поддерживают, и дома, и когда нам сложно, когда кто-то чего-то не видит, болельщики там. Этим видеоклипом клуб жен молотобойцев ограничиваться не собирается. Сейчас инициативные девушки разрабатывают другие интересные акции в поддержку любимых. Соберите всю волю в кулак. Затяните коньки потуже. Клюшку держите, словно тесак. Пылом расплавьте ледяную стужу. Мы рядом. Мы рядом. Мы рядом. Юлия Алеева, Андрей Сидорчуков, Михаил Осетров. Телевизионная служба новостей.